Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Бутусов. Я нахожусь в гармонном отделе, а в руках у меня уникальный инструмент. Это гармонь 23 на 12, судя по всему, революционных времен. Давайте послушаем, как она звучит. Тональность. Мажор. Гармошка у нас проходила капитальный ремонт, полное обслуживание. Инструмент, конечно, был в плачевном состоянии, когда нам его принесли. Но нас он заинтересовал, потому что, во-первых, уникальный внешний вид, корпус из массива. То есть никакой фанеры, даже крышки сделаны из цельного куска дерева. Что мы сделали? То есть, во-первых, инструмент был рассохшийся полностью внутри и снаружи. То есть он был полностью проклеен заново. Клапана полностью были заменены на новый материал. Отрегулирована клавиатура как в правой, так и в левой части. Мех. Мех был в неплохом состоянии, то есть компрессию он держит. Но обводка была уже вся погнившая, пошорканная, пошарпанная. Поэтому подобрали такой вот цвет итальянский лидерин красивый. Считаю, что он хорошо сочетается. Поменены здесь тоже сетки внутри, как в правой, так и в левой клавиатуре. И проведена серьезная работа с голосовой частью. То есть сейчас на видео вы увидите, как подобрана лайка, проемные клапана. Как в Германии их называют вентиль. Вентили подобраны специальным образом по толщине, по размеру, по жесткости пружины. И используем мы здесь заранее уже подготовленные и нарезанные вентили итальянского и немецкого производства. Очень качественные. Инструмент настроен без розлива, то есть он в унисон сделан. И, что интересно, без фаготов, без дополнительных актавтов. В составе у него два унисона, то есть два кларнета и пиколка. Инструмент цельнопланочный. Здесь еще пришлось поработать над плотным прилеганием планки к резонатору. Предыдущим мастером, ну, кто изготавливал этот инструмент. И даже, по-моему, там мы обнаружили внутри рукописные артефакты, принадлежащие мастеру, который когда-то проводил ремонт этого инструмента. В общем, планка, она была просто к деревянному резонатору приклеена. Цельная планка приклеена, ну, что-то подобное состава АБФ-клея или даже костный клей. Ну, конечно, это тоже все со временем рассохлось, но сегодня уже так не делают. Поэтому мы на каждую вот эту перегородочку, то есть по периметру резонатора, была приклеена тоненькая специально вырезанная лаечка. И, конечно, после этой процедуры инструмент сразу зазвучал. Также инструмент прошел настройку. Подчистили голоса, ну, как вот изначально стали мы... Не стали мы делать розлив или разлив, да, как вы любите. То есть именно такой классический звук, что на гармонии хорошо под нее именно петь, то есть она не перекрывает. Ну, а если хочется поплясать, то можно и поддать звука, и она, в общем, не захлебывается, потому что инструмент цельнопланочный, и голоса сделаны достаточно качественно. Ну что ж, я думаю, что я все сказал, ничего не забыл. Давайте еще на ней что-нибудь исполним. Клавиатуру. Мы не стали менять. То есть здесь кнопочки вот именно те исторические, они достаточно хорошо сохранились. То есть это, судя по всему, даже материал такой, что это не пластик, это что-то по типу даже, может быть, слоновые кости делалось в те времена. В общем, по желанию клиента было сохранить вот именно оригинальность инструмента по максимуму. Данный инструмент также укомплектован новыми ремнями. Обратите внимание, у нас сейчас появились ремни классические, то есть коричневого цвета с таким красивым подкладом. Узкие, как вот многие любят, не широкие такие лапти, да, любят классические ремни. Левый ремень удлиненного размера, то есть который позволяет охватить инструмент. Он даже может быть и длиннее, но в данный момент здесь он подогнан по размеру, обрезан. И крепление. Обратите внимание, что здесь мы использовали такие современные крепления, которые хорошо вписались в эту гармонь. И здесь, что примечательно, мы поставили крепление вот в этом месте, потому что изначально здесь на таких инструментах вот тут один болт и здесь один болт. То есть на один ремень. Ну, поскольку заказчик у нас человек современный, будет играть прогрессированным методом игры на двух ремнях, и даже для больших людей, таких как я, вот с таким уже животом, да, который надо, конечно, от которого надо избавляться, вот этот размер, когда именно крепление ставится вот в этой части, не внизу, а в этой части тогда, любой длины ремень, он держит инструмент комфортно и ничему не мешает. Но я считаю, что с задачей мы справились. И хочется дать вам совет, рекомендацию, если вы обладаете подобного плана инструментами, такие, которые интересны не только как исторический экспонат, но которые возможно восстановить, и эти инструменты вам дороги, как память, допустим, они вам достались от ваших родных, родственников, близких, ну или дорогих сердцу вам людей, то восстанавливайте их, потому что таких инструментов все меньше и меньше становится. Приносите. Конечно, процедуры эти не дешевые, сразу предупреждаем, но поверьте, что они того стоят, потому что такой инструмент вы сейчас нигде не купите, а тем более нигде и не закажете. Ну что ж, я всем желаю удачи, всем огромный привет и респект от нашей мастерской, от наших мастеров, ну и играйте на гармониях, любите, пропагандируйте это искусство, ну и обращайтесь к нам, мы вам обязательно поможем и вас поддержим. Всем всего доброго, до новых встреч, пока!